Нет, наверное, сейчас человека, который бы не знал слово терроризм. Каждый день от рук террористов в мире гибнут сотни людей. Об этом и о том, как бороться с чумой 21 века, рассказывали на уроке памяти безвинных жертв терроризма в школе номер один. Я считаю, что таких мероприятий надо проводить больше. Это воспитывает детей, подрастающих наших защитников Отечества, которые в любой момент должны встать на защиту от Родины. И они должны уже с малых лет понимать, что существует в мире такая угроза, как терроризм. И мы пытаемся на их уровне до них это донести. Сегодня мы с друзьями чаще общаемся в интернете и все реже с ними встречаемся. Проще лайкнуть их новые фото или отправить смс, чем выйти на улицу и устроить пикник. О том, что есть определенные правила поведения на просторах сети, знают далеко не многие. Именно поэтому сотрудники УВД уделили этому моменту особое внимание. Профилактические беседы в школах об угрозах экстремизма и терроризма в сети интернет являются приоритетным направлением в нашей работе, так как дети – это наше будущее. На профилактических беседах мы стараемся объяснить, как правильно себя вести в социальных сетях. Например, не оскорблять друг друга, не выражаться грубо нецензурной мранью. Также не выкладывать запрещенные по Минюсту материалы. На урок памяти была приглашена не только начальная школа. Приехали малыши из детского сада номер 82. Все ребята единогласно решили отдать дань уважения погибшим муравьесникам в Беслане и нарисовать картины. Чуть позже все работы будут собраны и отправлены в Осетию. Тем, кто выжил в той страшной трагедии. «Терроризм – это зло, которое желает всем плохое. А мы мир всем хорошим желаем». «Нет терроризму, да миру» – такой призыв звучал почти с каждой работы, с каждого рисунка. В продолжении мероприятия прошел круглый стол с участием старшеклассников, ветеранов боевых действий и сотрудников правоохранительных органов. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».